Всем привет друзья! Сегодня я расскажу как сделать потолок на кухне со светильниками. Начал уже делать. Единственное, вот профиль пришил. Но я уже рассказывал в видео как можно пришить профиль там. И то я сейчас его наживил. Чисто вот здесь штукатурка толстая. Я чисто прямо на кулахой посадил, а то будут спрашивать почему. Потом перфоратором прогоню. Теперь гвоздями. Это чисто чтобы поймать уровень. Честно было лене лазерный уровень доставать, поэтому брал прямо обычно вот таким вот. Подставлял и погнал. Прогонял, 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 пока не дошел опять до этого места, если у нас все сошлось. Так еще проверяем везде, например, где-то что-то. И чтобы было более-менее, как говорится, ровно. Вот. Либо лазерным уровнем, либо как. Здесь желательно оставить. Но обычно точечные светильники, они как раз заточены по тому, чтобы была панель, например, или гипсокартон у кого-то. И она как раз влазит в это место. Но лучше оставлять пространство, хотя бы сантиметров, полтора. На всякий случай, как говорится, мало. Где-то потолок кривой. Здесь, видите, хозяева не стали убирать плитку. И мне это незачем. Вот. Дальше. Что делаю сейчас? Сейчас у меня есть профиля. Вот. Здесь ширина идет у нас 2,46. Ну, обычно вот на такую я, знаете, у меня нет таких законов каких-то, что обязательно там на метр, на восемьдесят. Вообще в книжках написано через тридцать сантиметров. Богатые делаете через тридцать сантиметров. Когда узнаете, сколько эти профиля стоят, сразу скажете, да я лучше и три сделаю, мне достаточно и трех. Вон Леха же делает, у него все держится, уже пятнадцать лет, ни один раз, ни один потолок не упал, не провис. Короче, профиля. Сразу не сказал, эти у нас называются 2,7 на 2,8. В каких-то магазинах 27 на 28, а некоторые пишут просто 3 на 3. Эти идут тоже 2,7 на 60, кто и 2,8 их называет на 60, кто как. Ну, чаще всего, вот это идет направляющая, вот это идет профиль, именно для потолка. Ну, еще и стены обшивает, когда, например, вот так вот, чтобы сильно уж кривые когда. Дальше. Прямой подвес. Вот здесь у нас идет, грубо говоря, на эту длину. Ну, так вот я три делаю, грубо говоря, где-то, ну, не больше метра, чтобы было. Ну, хватает. Все этого хватает. Сами знаете, я показываю все по-дешманскому, самый как подешевле вариант, потому что и люди просят сам подешевле, чтобы все держалось. Если вы там хотите, можете опять же делать через 10 сантиметров, это все лишнее. Если гипсокартон, да, там надо побольше. Пластик, он легкий. Светильники не тяжелые, точечные будут. Ну, посмотрите. Так, что нам понадобится? Нам понадобятся наши любимые саморезы-клопы вот такие вот, да, на 13 мм, острость, прайс-шайбы, как его называют. Дальше идет у нас дюбель-гвоздь 6х40. Они бывают со шляпками, бывают с потаем. Ну, в таком варианте лучше брать со шляпкой, такой, чтобы прижимал профиль лучше. То есть я сейчас тоже прогоню примерно через каждый там сантиметр 60-70 и так далее. Также на эти дюбеля будем сажать подвесы. Из электрики, из электрики нам что нужно будет? Обычно, может, электрики подскажут, правильно, неправильно делаю. Беру провод сечением 2х1,5 на потолок всегда, не меньше. Ну и больше тоже незачем. А потом, что нет? Клеем мы не купили, что ли? Клеемные колодки покажу, потом у меня где-то в чемодане там с прошлых разов оставались. Вот попросил, вот не купили нифига. Ладно. Идут дальше вот такие точечные светильники. Вот. Они, цветов, разные бывают, разной высоты. Бывают сразу прям с таблеткой такой. Ох, господи. Ну, таблеточка обычно прикручивается. Сколько они взяли? Один с половиной ватт. Ну вот на такое помещение, вот тоже, кстати, кому нравится светлее, темнее. 2,50 на 2,40. Повторюсь, делаю 4. Вот в районе от 10 до 12 ватт. Вот так вот. Нормально. Все, в принципе, устраивает. Кому поярче, потусклее, проблем в этом нет. Купили потом, они все равно все стандартные, купили побольше ватт, поменьше ватт. Есть белые, есть желтые. Все это легко и быстро решается. Ну, а саморезы это на всякий случай вот. Были у них тут. Все, сейчас я прошиваю профиль. Дюбель гвоздями, вон перфоратор лежит. И эти наставляю профиля. Дальше посмотрим. Прямой подвес. Мне удобно его загибать вот так вот, прикручивать. А потом его обратно разгибать. В таком положении. Берем профиль. Вставляем. Конечно, мне сейчас не одну руку сделать надо. Вот так вот мы сейчас прижимим. И туда его просовываем. Вот так вот. Все. Раз, два, сейчас будет третий. Ставлю профиль второй. И начинаю уже эти профиля подгонять по уровню. Опять же, либо это можно сделать лазерным уровнем. Например, лазеры выставить. И уже рулеткой отмерять высоту, чтобы везде было одинаково до лазера. Но я опять не хочу. Это лазер надо идти доставать. Я так же, тем более, показывал. Заходите ко мне на канал. У меня там есть. Там как раз такая технология. А чаще всего, когда маленькие потолки вот такие. Я вам просто уровень подставил. Выровнял. Вот так вот. Все. Здесь подвес загибается сразу. Вот так и прикручивается. Выставляю уровень. Потом везде все проверяется. Чтобы было все четенько. Потому что они все равно изначально прогибаются. Так что не думайте так прикручивать. Можно, конечно, вторым вариантом. Можно чуть прикрутить. А потом их кто-то надавливает. Выравнивает. Тоже можно. Я как-то так делал. Но это больше всего проканывает. Когда большое расстояние вот здесь. Чтобы с прямым подвесом можно было погулять на изгиб. Ну и здесь уже особо так и не сделаешь. Здесь можно было даже. Ну можно было длинный дюбель-гвозь какой-то там на 8 взять. Но он опять же будет работать только на низ. Начнешь прикручивать. Он будет вверх гулять. Можно, конечно, к нему саморезы прикрутить. Ну всякие технологии. До хрена. Все это приходит с опытом. Сколько бы вы даже видео этих не смотрели бы. Пока сами не сделаете. Как говорится, собаку на этом не съедите. Не поймете. Вот вам для начала, как говорится, делается. В принципе, легко и просто. Это сейчас вот я видео снимаю. Будет долго. Часа три-четыре делать, наверное, буду. Пока, может, где-то что-то сказал, неправильно переснял. Где-то стоял, что-то подумал. Что рассказать. А так, в принципе, если я приезжаю, все есть. У меня это занимает часа два, наверное. Вместе со светильниками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прикрепил все профиля. Также направляющие. Прогнал дюбель-гвоздь. Дальше у нас идет электрика. Ну, и покажу немножко. Попозже. Сейчас сделаю разметку, в первую очередь. Где у меня будут светильники находиться. Ну, тут опять же, как хозяин сговариваешься. Где удобно, как некоторые по-разному просят по рисунку. Там какие-нибудь закругленности. В центре, там, чтобы были пять. Или как-нибудь вот так. Или возле стеночки. Вот так. Это по-разному. Здесь сказали делать четыре. Чтобы ровно везде были посередине. То есть, везде отмеряем. Делим на три части. Так делим на три части, где встречаются. Там и будем делать. Я их обычно карандашом отмечаю. И погнали дальше. Ну, вот, чтобы у вас более видно было. Вот так вот выковырял. С плитки, с этой потолочной. Что у нас с проводом получилось? Я ее всегда делаю. Вот таким методом. Прямо от старого. Там обычно они на середине, конечно. Там люстра есть от старого. Светильник и люстра еще что-то. Так, конечно, хорошо было бы с новой проводки потянуться. Да, вот отсюда, вот там. От старого выключателя. Хорошо было бы, конечно, может быть, от новой проводки. Как-то вот зацепиться. Там в розетку врезаться. Но это, знаете, когда вы суперэлектрик. Там что-то понимаете в этом. А я ни хрена не понимаю. Я думаю. Вари, вообще, делаю вот так вот. Потому что обычно в квартире все провода везде спрятаны. Все заклеено. Все, ну, что-то свежее. Никто ничего не хочет. Поэтому и здесь так, в принципе, нормально. Провода более-менее эти нормальные. Никакие не оцаревшие. Ничего. Хорошие, толстые. Там, одножильный такой медный. Но это не важно. Короче, все соединяю по методам вот такой гирлянды. Прямо врезаюсь вот так вот. Вот такие клеемные колодочки. Клеемы. Как там еще называют. И все. Дальше начинаем порезать панели. Тут тоже многие ведут спор. Сделаем они потом. Ой, швы, видать. Надо было с другой стороны панели вести. То есть, либо отсюда мы начинаем их вести в ту сторону. Либо оттуда сюда ведут. Говорят, вот отсюда, если бы повели бы, швов бы не было видно. А я вам говорю так. Свет падает сюда посередине. Что там, что там. Либо у нас будут стерну швы освещаться либо эти. Либо после светильника те. Без разницы. Почему, начиная панели, обычно вот вход. Вот она, стена. Вот от нее начинаю вести. Был бы вход там, я бы начал бы оттуда. И здесь как раз завершающие панели. Они всегда обрезаны, там, кусочками какими-нибудь. Они как раз над шкафами. И особо не видно. Еще, дай бог, здесь вот нет еще никаких труб, которые уходят вверх. Под них еще подрезать панель. Здесь прям красота. Ничего подрезать не надо. Отрезал под ней шмяк. Шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Панели. Много раз говорил. Еще раз скажу. Режу так. Консуляторский нож. Видите, он уже такой старый весь. Он даже от гипсокартона еще. Лезвие тупое. А панели дешманские. Режутся можно, наверное, я не знаю. Обычным кухонным. Отметили. Угольник. Подставил. Другой рукой придерживаю угольник. Провожу несколько раз. Видите, говорю, дешманские. Ломаются. Ну, может, и нож тупой, конечно. Может, строитель тупой. Вот так вот надламываю. Как с гипсокартоном. И с обратной стороны ножом провязаю. Что это одну рукой делать? Ну, вот одну рукой, ребят, делаю. Ну, что тут делать-то? Все. Не надо никаких лубзик. Ничего особенного. Вдоль прорезает то же самое по швам. Тут есть самый интересный фокус. Меня вот он смотрит. Алексей, как ты так режешь? У меня не получается. Они вот зигзагом выходят вот так вот. Есть маленький фокус. Если режешь ножом вот так вот, перпендикулярно, да, тогда он у вас будет гулять и тяжело будет прорезать. Можно, если вы начинающий, резать сначала одну кромку, потом вторую. Но нож держать нужно не перпендикулярно, а вот так вот. И тогда он у вас легко пойдет. Что, например, с одним, потом со вторым слоем легче будет. Либо можно, если такие тонкие, есть потолще панели, они сразу в два может не прорезаться. Вот так вот через камеру мне неудобно смотреть. Вот. Но опять же, видите, я держу его под углом неровно. И он так же легко прорезается. А если бы я делал это дело перпендикулярно, вот так вот, то вот он уже почти не идет. Вот видите, начинает как раз таки гулять. Вот весь фокус. Ну ладно. Берем панельку и прикручиваем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова